Вторая жизнь первого в Тимошевске сахарного завода. Сейчас здесь во всю идут последние приготовления. Заканчивают ремонт и монтируют новое оборудование. Через несколько дней на предприятии запустят в производство первую партию сахарной свеклы. Завод, которому больше полувека, последние три года стоял без дела. На сегодня мы вложили в реконструкцию завода, модернизацию оборудования, в улучшение технологического процесса более 500 миллионов рублей. Мы будем перерабатывать более 5000 тонн свеклы в сутки. Планируем в течение трех лет увеличить мощность завода до 8000 тонн. Масштабные реконструкции оценивает Вениамин Кондратьев. В главе региона проводят экскурсию по обновленным цехам и показывают новую автоматизированную систему. Именно здесь проходит то самое превращение свеклы в сахарный песок. Это оборудование будет жить долго, оно будет делать экономику в вашем предприятии. Она высокоэффективная и затраты на него эксплуатационные ниши. Это экономия газа, экономия камня, экономия угля и экономия рабочей силы. Давайте на рабочей силы экономить не будем. Современные технологии применяют не только на крупных предприятиях, но и в фермерских хозяйствах. От этого и урожай высокий, говорит Сергей Черных губернатору. В этом году он лидер колоссовых и зернобобовых культур удалось собрать 72 центни раз гектара. Легче стало работать на земле. Я считаю, что на сегодняшний день все фермеры в крае окрепли, достаточно окрепли. Кажется, набрались опыта. Вы все равно должны подойти к вопросу объединения. Понятно, на каких условиях, но стать еще сильнее, еще мощнее. Никто не говорит про прототип колхоза, но современного кооператива, где вы сможете максимально сильнее отстаивать свои права, наступать на рынки сбыта. На каких условиях объединиться, это вы будете решать. Но я уверен, что все равно вы будете объединяться и все равно будете решать. Жизнь вас заставит. Но весь мир идет по этому пути. Почетный статус лидера в этом году носит и весь регион. Общими усилиями небольших фермеров и крупных аграриев в этом году удалось побить очередной рекорд. С полей убрано больше 10 миллионов тонн зерна. Подводят промежуточные итоги на Краевом аграрном совете. Кубань выполнила поставленную задачу. Теперь важно не сбавлять оборотов по всем позициям, настраивает агрария Фениамин Кондратьев. То, на что наша страна возлагала все надежды на Кубань, на гарант продовольственной безопасности России. Конечно, мы доказали, что мы на самом деле гарант продовольственной безопасности. Потому что свою задачу, продовольственную задачу по зерну мы выполнили. Даже перевыполнили. Рекордный урожай пшеницы. С выше 10 миллионов тонн зерна мы получили. Аграрный совет в Крае существует около года. Срок небольшой, но уже сегодня можно говорить о первых результатах. Вот лишь некоторые цифры. На 5% выросло производство сельхозпродукции. Бюджет региона аграрии пополнили на 10 миллиардов рублей. Заработали практически все сахарные заводы. Увеличился урожай зерна и овощей. Впрочем, достижения могли быть и больше. Все так же сложной остается ситуация с животноводством. А это одно из важнейших звеньев цепи сельхозпроизводства. Акцентирует внимание глава региона. Сельское хозяйство, я уже не раз говорил, это такой замутый цикл. То есть все должно быть понемножку в этом цикле. В том числе и крупнорогатый скот. А если мы из цикла вытаскиваем одно звено, то по большому счету рано или поздно мы в целом весь цикл остановим. Потому что земля, на которой мы едем, вы прекрасно понимаете, максимум 30-50 лет ей еще. Если мы сегодня на этих гербицидах, на этой химии, по большому счету, будем собирать такие урожаи. Нам сегодня нужна органика. Органику нам сегодня взять неоткуда. Вырвали крупнорогатый скот и все. И дальше по земле удар придется. Не сегодня, а завтра придется. А послезавтра придется. И остановка, вся остановка, всего цикла остановка. Нерентабельным животноводство остается по нескольким причинам. Одна из них – высокая арендная плата за пастбище для крупного рогатого скота. Рассказывают о проблеме аграрии. Жалуются сельхозтоваропроизводители, что самое интересное, жалуются и департаменты имущественных отношений в этом плане. Что очень сильно, производители жалуются, что очень сильно увеличена кадастровая стоимость земельных участков и с размерным увеличением кадастровой стоимости увеличена арендная плата. Вот у меня есть некоторые данные. Обширонский район – 670%. А это категория земли какой? Это категория земли сельхозназначения и департаменты. Но там пастбище? Да, это фактически пастбище. Почему пастбище? Мы же говорим преференции. Беспрецедентные, масштабные создать преференции для тех, кто занимается сегодня животноводством, особенно крупным рогатым скотом. Беспрецедентные преференции, в том числе по всем направлениям. Однако никаких послаблений не может быть, если сельхозземля или ферма на ней используются не по назначению. В этом случае глава региона предлагает поднять налоговую ставку. То есть заброшенную ферму придется заплатить больше. Это должно подтолкнуть к тому, что пустующие земли займут те, кто действительно хочет заниматься сельским хозяйством. Мы смотрим тоже как и безумное. Вот здесь сегодня горе собственников. По большому счету, да, они сами не хотят заниматься этим животноводством. Подготовьте поручение главам муниципальных образований надо поднять коэффициент с 0,5% до 1,5% по налогу на землю сельхозназначения. Давайте более пристальнее, что ли, регулировать эти вопросы к тем, кто нерадиво распоряжается, пусть не землей, но, по крайней мере, бывшими фермами. Сегодня на законодательном уровне, вместе с законодательным собранием, мы изменили норму налога на землю и подняли ее в 5 раз. Там, где не используются. Сегодня муниципальным контролем это отражается, и сведения подаются налогу, и ставка с 0,3% переходит до 1,5%. Конечно же, это в 5 раз, мне кажется, недостаточно по некоторым фирмам. Надо вводить как минимум в 10 или в 15 раз, для того, чтобы они максимально хотели избавиться от нее или вовлечь ее в оборот. Над этим мы работаем. Аграрными достижениями регион славится по всей стране и за ее пределами. А кубанские сельхозпродукты сегодня уже действительно стали брендом, который, кстати, скоро будут наносить на упаковки всех продовольственных товаров, сделанных в Краснодарском крае. И главная задача, которую ставит губернатор перед аграриями, продолжать держать марку лучших. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Тимошевский район.